Привет, друзья! Это Анатолий Айс, и сегодня мы продолжим наше с вами знакомство и погружение в Max4Life. Мы уже знаем, что основным элементом строительства патчей в Max4Life являются так называемые объекты. С некоторыми из них мы уже познакомились, научились их создавать и узнали, как они друг с другом взаимодействуют. А сегодня продолжим изучать объекты и составлять с их помощью патчи. Будем двигаться от простого к сложному, потихоньку вникая в то, как пользоваться функционалом Max4Life. Итак, сегодня рассмотрим несколько важных объектов, которые по сути являются неотъемлемой частью практически любого патча Max4Life. Создадим инструмент Max4Life, заглянем внутрь этого инструмента. Давайте сделаем все немного крупнее, чтобы все было хорошо видно. Удалим все ненужное. И первый объект, на который мы с вами сегодня обратим внимание, это кнопка. За создание кнопки отвечает команда button. Начинаем ее набирать и создаем простой, небольшой, круглоквадратный объект. Хотя мы, в общем-то, запросто можем его сделать большим. Более простой способ создать кнопку, это обратиться в верхнее в меню и перетащить ее оттуда. Buttons, кнопка. Еще более простой способ, это просто нажать английскую B. Это также создаст нам кнопку. Сейчас перед вами три объекта кнопки. Создадим им еще один, пусть их будет четыре. Как мы видим, у каждой кнопки есть один вход и есть один выход. Работает она, в общем-то, как настоящая кнопка. Давайте закроем патч, нажимаем на нее. Пока мы держим клавишу мышки нажатой, это означает, что кнопка нажата. Отпускаем, собственно, кнопка отжимается. Так происходит с каждой из них. Давайте соединим все эти кнопки вместе. Вот таким вот образом. Как вы видите, что в один инлет и в один аутлет может подступать более одного соединения. Их может быть, на самом деле, бесконечное количество. Но вот в данном случае в нижнюю кнопку у нас поступает два соединения. И из верхней кнопки два также выходят. Если мы закроем патч и попробуем понажимать на кнопки, то увидим, как они друг с другом взаимодействуют. Верхняя кнопка взаимодействует со всеми тремя. Если нажмем на какую-то из нижних, взаимодействие будет другим. Соединения, кстати говоря, могут быть также и комбинированными. Если свойства объекта это позволяют, то мы можем соединить и кабель, который несет данные, и кабель, который несет аудиоинформацию. Собственно, отзываются на нажатие только те кнопки, между которыми есть прямая связь. То есть сигнал приходит в инлет и выходит из аутлета этой кнопки. И это значит, что два объекта могут друг с другом взаимодействовать. Какой же сигнал отправляет кнопка? По сути, это так называемый стук, наверное. Или по-английски это называется bang. Представим себе, что мы пришли к кому-то в гости, стоим перед дверью. Чтобы нам открыли, нам нужно в дверь постучать. Собственно, кнопка выполняет роль этого самого стука. Она стучится в объект, побуждая его совершить заданное ему действие. Мы будем часто пользоваться кнопками, как я уже сказал, поэтому запомните быструю клавишу, которой она вызывается. Еще раз, это маленькая английская B. А родственные кнопки объекта это переключатель. Toggle. Работает он так же, как и обычный переключатель. Давайте немного все подвинем. Переключатель, которым мы щелкаем, например, заходя в темное помещение. Щелкнули, свет включился. Щелкнул еще раз, свет погас. Тут, в общем-то, тот же самый принцип. Разница лишь в том, что и при включении, и при выключении Toggle отправляет bang. И для этого объекта создана, как вы видели, отдельная кнопка в верхней панели. А быстрая клавиша, связанная с ним, это маленькая английская T. Давайте соединим выключатель с нашими кнопками и посмотрим, как он работает. Включили, выключили. Каждый раз отправляется bang. Все очень просто. Едем дальше. Очередной полезный и важный объект, который я хочу вам представить, это объект print. Я вскользь упомянул его в предыдущем уроке. Сегодня рассмотрим с вами его чуть подробнее. На первый взгляд, в общем-то, объект ничем не примечательный и, может быть, даже и не нужный. Но, на самом деле, у него есть масса полезных свойств. Давайте соединим его с выходом одной из кнопок. Например, вот этой. Посмотрим, что у нас произойдет. Нажимаем на кнопку. На первый взгляд, не произошло ничего. Но, если мы чуть внимательнее взглянем на правую панель, то здесь найдем раздел, который называется Max Console. Или попросту консоль. И, если мы ее откроем, то увидим, что в ней кое-что изменилось. Появилось сообщение bank. А если мы соединим объект print с кнопкой, в которой приходят два кабеля данных, запустим процесс, то мы увидим сразу двойное bank. Еще раз. Если сделаем три соединения, как вы правильно догадались, bank получится тройным. Ну и так далее. Думаю, принцип понятен. Следующий объект. Следующий объект – это сообщение. Или message. Вновь можем создать его несколькими способами. Начнем набирать. Message в заготовке объекта. Либо нажимаем на английскую M. Либо можем перетащить опять же его из верхней панели. Вот мы уже создали целых три объекта message. Судя по тому, что этот объект удостоился отдельного статуса верхней панели, он также довольно часто используемый и довольно важный. Что он делает? Создав его, мы можем задать ему абсолютно любое текстовое числовое или комбинированное значение. А в отличие от других объектов, в которые мы также можем вносить такие изменения, объект message остается неизменным, независимо от того, открыт или закрыт наш патч. То есть в следующий раз, если мы наш патч сохраним, в следующий раз его откроем, в объекте message будет написано то же самое, что мы в нем и написали, без каких-либо изменений. Давайте напишем внутри объекта message слово «Привет». Прекрасно. И давайте этот объект соединим с принтом. Закроем наш патч и нажмем на «Привет». Вуаля! Принт с нами поздоровался. Написал нам «Привет». Как мы видим, в объекте «Привет» есть два входа. Можем один из них соединить с кнопкой. Что же тогда произойдет? Если мы нажмем на кнопку, то увидим одновременно два сообщения «Привет» и «Бэнк». То есть фактически кнопка побудила наш объект message отправить сообщение в объект «Принт». И плюс еще добавила к нему свой собственный «Бэнк». Еще чуть подробнее взглянем на объект message. Второй вход, который есть у него, обозначается такой вот подсказкой. «Set the message without output», что означает «Установить сообщение без вывода». Не совсем понятно, что это значит. Ну, давайте вот в еще одном объекте message его выход соединим как раз-таки вот с этим вторым входом объекта «Месседж привет». Напишем в новом нашем объекте слово «Здрасте». После того, как мы закроем наш патч и нажмем на слово «Здрасте», вуаля. «Привет», поменялось на «Здрасте». То есть вот этот вот inlet правый, который обозначается «Set the message without output», конкретно для этого объекта это, ну, скажем так, некое отверстие или вход для наполнения его новыми данными, которые могут поступать от других объектов. Не обязательно от такого же объекта message. Ну, и если мы хотим, чтобы наш принт напечатал «Здрасте» в консоли, мы соединяем «Здрасте» с одной из кнопок, ну, или же с любым объектом, который способен посылать bang. Давайте сделаем вот так. «Здрасте» и «Тройное bang». Если мы уберем вот этот кабель, очистим консоль, закроем патч, видим просто слово «Здрасте». Если проследим связь, то увидим, что переключатель побуждает объект message со словом «Здрасте», которое отправляется в инлет следующего объекта message, который уже в свою очередь посылает команду объекту print. И, собственно, print печатает слово «Здрасте» в консоли. Надеюсь, тут все понятно. Теперь, друзья, давайте еще немного покопаемся в объектах, о которых мы сегодня узнали. Если нажать на объект правой кнопкой мыши, то мы увидим, среди всего прочего, самая верхняя строчка написана «Open print help». Ну, если нажимаем на какой-то другой объект, будет написано «Open message help» и так далее. То есть, обратиться за помощью конкретно этого объекта. Давайте посмотрим на то, что нам предлагает Maxwell Life в качестве помощи. Перед нами во всей красе откроется окно помощи по нашему объекту, в котором рассказано о том, как он работает, а, главное, приведены примеры вариантов взаимодействия с ним самых разных объектов. И это очень здорово, так как мы можем, что называется, не отходя от кассы, попробовать понажимать или каким-либо еще способом повзаимодействовать с объектами и посмотреть, к чему это приведет. Это позволяет, во-первых, более детально ознакомиться с функционалом объекта, а также досконально разобраться в том, как он работает. Вот, допустим, мы нажимаем... Давайте откроем нашу консоль. Да, мы видим, что сообщение может появляться не только внутри консоли, а также в качестве так называемого поп-апа, сообщение внутри патча. Да, мы можем видеть, что... Ну, самые разные взаимодействия происходят у нас. Что еще здорово, мы также можем любую часть объекта, мы можем сразу весь патч выделить, скопировать и внедрить внутрь нашего с вами патча. То есть нажимаем правой кнопкой paste. И, собственно, то, что мы скопировали из патча помощи, вставилось в наш патч. Это очень удобно, друзья. И это очень здорово. Немного поэкспериментировав, мы с вами увидели, что, например, если мы нажимаем на патч, то он может печатать не только какую-то одну команду, а целый список команд. Если мы эти команды разделим запятой. Также у этого объекта, на самом деле, не только у этого, а у очень многих, есть возможность добавить аргумент. И тогда вместо слова print мы увидим именно его. Аргумент, я имею в виду. И это, в общем-то, очень здорово, друзья. Это очень удобно. Вот конкретно в объекте print argument bank. Если мы, например, вместо слова argument напишем что-либо другое. Например, например, слово... Давайте напишем func. func bank. Если мы напишем этот аргумент уже в нами созданном патче. Запустим его. Вуаля. func, здрасте. А что, если мы напишем сразу несколько аргументов? Следом за func, например, напишем sol. Запускаем наш патч. Как мы видим, объект print проигнорировал второй аргумент. Как будто бы его и не было. То есть, конкретно этот объект может работать лишь с одним аргументом. Причем, независимо от того, идут ли эти аргументы подряд или через запятую, видеть он будет только первый после своего непосредственного названия. Но зато мы можем перечислить сколь угодное количество значений, если разделим их через запятую. Конкретно в данном случае у нас есть слово здрасте. Вот мы, если после слова здрасте поставим запятую и напишем, например, hi, hello, yes и так далее, и так далее. Запустим наш патч. Пожалуйста. Все эти аргументы, точнее, простите, не аргументы, а все эти значения, они выстроились в такой вот столбик. Один под другим в порядке того, как они были написаны. Слева направо в консоли, соответственно, получается сверху вниз. Если угодно, можете сохранить этот патч и с ним поэкспериментировать. Ну а мы пойдем дальше и рассмотрим еще один объект, очень важный. Называется он номер по-русски, по-английски number. Мы с ним уже с вами сталкивались в первом видео, а теперь давайте взглянем на него пристальнее. Number. Создаем его либо таким способом, либо нажимая на английскую, простите, i. Почему i для объекта number? Потому что это сокращение от слова integer. Мы с вами создаем объект, который отвечает за целые числа. Также есть объект, который отвечает за числа дробные. То есть у тех, что есть что-то после запятой. По-английски это float number. Сокращение, быстрая клавиша на клавиатуре для этого объекта это английское f. Ну, собственно, отличаются объекты эти друг от друга тем, что одни соответственно отвечают за целые, другие отвечают за дроби. Закроем наш патч, будем двигать стрелкой вверх или вниз. Цифры меняются. Меняются дроби, меняются целые значения. Также мы можем просто взять и вписать любую цифру внутрь. А если мы, например, этот патч с вами сохраним, а затем откроем его снова, то вместо всех этих цифр будут стоять нули. То есть при каждом новом открытии значения будут сбрасываться. В отличие от объекта message, как я сказал, сообщения, они остаются теми же самыми нетронутыми, такими, какими мы их обозначили изначально. Давайте создадим три объекта message. В двух из них напишем какие-либо целые числа. А в третьем давайте напишем дробные. Давайте все три из них соединим с объектом integer, с объектом number. Закроем патч и попробуем понажимать на сообщение. 45, 67 и вновь 67. Как вы видите, объект, который отвечает за целые цифры, проигнорировал значения, которые находятся после запятой. Причем он именно проигнорировал, он их не округлил, это очень важно. Он просто отбрасывает то, что находится после запятой. Если же мы эти же самые сообщения соединим с объектом, который у нас отвечает за дроби, то этот объект прекрасно разберется и с теми, и с другими. В плане целых он нам покажет целые значения, в плане дробных покажет дроби. Все очень просто, друзья. Итак, мы сегодня с вами узнали о интересных и очень важных объектах. Этот объект давайте еще раз повторим по порядку. Объект button, объект переключатель toggle, объект print, объект message и объект integer number if load. К каждому из этих объектов мы можем обратиться за помощью. Либо нажимая правой кнопкой и открывая помощь вот таким образом, либо мы можем просто подвести к этому объекту, и здесь вот увидим, появится такая вот небольшая круглая кнопка с треугольником внутри. Нажимая на нее, можем выбрать help. И опять же откроется окно help, в котором подробнейшим образом рассказано о том, что это за объект, и приведен пример то, как он может взаимодействовать. И так мы можем делать с абсолютно любым и каждым объектом. Будь то какой-то простой или сложный объект, всегда можем обратиться за помощью, посмотреть из чего он состоит, как он работает. А также можем посмотреть на подсказки, которые он нам дает. Какие сообщения мы можем отправлять, какие аргументы мы можем использовать, атрибуты и так далее и тому подобное. Ну, до этого еще мы с вами дойдем. А помощь Max for Life устроена очень здорово и очень удобно. И она во многом нам помогает и очень часто наталкивает нас на нужные нам объекты, о которых мы, может быть, даже и не думали или, может быть, просто не можем их найти. Пользуясь помощью, мы, в общем-то, запросто можем найти то, что нам нужно, посмотреть, как это работает. И, как я уже сказал, при помощи простого копирования Copy & Paste мы можем использовать, можем все это использовать внутри наших патчей. Внедрять их, эти объекты, эти фрагменты патчей. Наблюдать, как это все работает, экспериментировать и так далее и тому подобное. Вот такие дела, друзья. Думаю, на сегодня информации достаточно. Поэкспериментируйте. И в нашем следующем уроке мы продолжим погружаться в Debris Max for Life, исследовать новые объекты и собирать все более и более сложные патчи. До новых встреч, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok